МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И директор консалтинговой компании в сфере управления персоналом Right People Management Елена Гапич. Ну и давайте мы начнем с итогов вступительной кампании. Я пыталась найти официальные цифры, пока, к сожалению, так понимаю, их нет, но зато были цифры прошлого года. И прошлая кампания была действительно тоже непростой. Многие вузы не набрали даже одного студента, так получилось. Опять был принцип «выживает сильнейший». Насколько я понимаю, эта вступительная кампания, учитывая все наши объективные и субъективные трудности, была еще сложнее, чем прошлое. Как бы вы могли охарактеризовать то, что имеем на данном этапе? Вы знаете, я бы на две частини разделил бы это вопрос. В целом я бы сказал, что вступительная кампания прошла успешно. И государственное замовление, ну это важливый показатель, за каким уже за традицией радянская, тогда радянская высшая школа, сейчас украинская высшая школа. И университеты набрали студентов на бюджет. Это близко 100 тысяч студентов поступают у нас на бакалаврскую программу. Цего года не было изменено количество, желающих вступить на бюджетную форму навчания. Другая проблема в том, что дещо продолжается такий негативный тренд, изменение количества выпускников, с одного боку. А с другой стороны мы уже видим, какие події у нас, скажем, на сходе страны, что тоже объективно взвозило рынок вступающих. Поэтому я бы сказал так, что в этих условиях кампания прошла нормально и достойно. По-друге, она была немного сокращена, потому что это тоже был такой эксперимент. Она была протягом месяца ранее, сейчас она началась 11 липня. И по-третьему, она тоже очень важливая, и это, скажем, достаточно оптимистично. Украина вписывается в современную традицию компьютеризации, потому что этого года тоже перелом. Большая большинство абитуриентов сдавали документы по электронной почте. И уже потом они отримали соответствующую информацию, с ними начали принимать комиссии вступные працювания. То есть электронный ступ, фактически, с экспериментом, стал массовым явищем, которым уже используются десятки тысяч родин. Пока вам спасибо, обязательно вернемся и будем потом эту тему продолжать. Лена Линдовна, к вам вопрос будет, может быть, более общий, насколько те трудности, о которых я говорила вначале, повлияли на рынок труда, и что имеем на данном этапе? Я бы охарактеризовала, конечно, ситуацию на рынке труда как падение. Другой вопрос, что по разным регионам это падение, оно разное. То есть, естественно, что, допустим, лидеры сейчас по вакансиям, и по хорошему, будем так говорить, спросу на специалистов, это, ну, кроме Киева, это Винницкая область, Хмельницкий, который традиционно как бы был такой низкий там рынок труда, и, естественно, такие активные, ну, Днепропетровск, конечно, на хорошем, там хорошие показатели более-менее, а, допустим, такие активные регионы, как Донецк, который всегда поглощал хорошие кадры, старался даже, условно говоря, это даже было место трудоустройства многих российских специалистов, приглашали, это не секрет, в крупные компании была конкуренция между российскими и нашими специалистами, чаще всего предпочитали даже иногда российских специалистов, я имею в виду топ-менеджмент, да, то сейчас, естественно, там рынок Донецкий упал, в Луганске вообще значительно упал, поэтому общая ситуация такая, в среднем, будем, если говорить, мы же не любим, вы помните, да, мы не любим среднюю температуру по больнице, но, тем не менее, ситуация такая, есть падение в разных регионах по-разному, и вторая тенденция, это, конечно, попытки работодателей оптимизировать персонал, и все-таки попытки людей удержаться, по данным мы не можем, естественно, все компании опрашивать, правильно, но мы смотрим по данным, допустим, сайтов работы, говорят о том, что специалисты на некоторых сайтах от 7 до 30% только думают о смене работы, по данным других более активных сайтов, и я, честно говоря, не очень верю, то 54-60% готовы сменить работу, на самом деле хорошие специалисты, которые имеют приличную работу и заработок более-менее какой-то, несмотря на падение курса доллара, естественно, заработок в гривнах упал, они все-таки стараются удержаться на работе, и работодатель старается лучше удержать, чем где-то искать, понимаете, то есть как с одной стороны падение рынка, и оно приводит не к сокращениям, наоборот, а к некой стабилизации и оптимизации персонала, то есть есть и негатив, есть и позитив. Вы тут упомянули о том, что некоторые люди стараются менять работу, давайте мы вернемся к тому, о чем мы когда-то уже с вами говорили, о том, что достаточно много сотрудников в Украине трудятся не по специальности, то есть мы получаем одно образование, зачастую работаем в совершенно противоположной сфере. Сергей Рякович, вы следите за своими выпускниками, как много из них потом трудоустраиваются по тем профессиям, которые вы им даете, по тем специальностям? Вы знаете, я думаю, что это, безумовно, практически большинство, практически вси, которые получили фах экономиста, юриста, специалиста из информационных технологий, после Национальной академии управления идут работать за фахом. Инша справа в том, и это нормально, это світовая тенденция, ну и вообще, говорят вот тут, Олена Леонидовна, против 5 лет нужно изменять что-то, научиться, опоновать новые бизнесы, переходить новые виды работы, тем более, действительно, рынок депрессивный. И как же может не быть падение рынка в работе, когда падение ВВП идет, потому что оно взаимоповязано. И я бы сказал так, но базовая учеба и университет, это действительно две функции. Тут профессиональная функция, что ты должен иметь рабочую силу, которую продавать в рынке, а иная социальная, что ты социализируешься, ты получаешь определенный интеллектуальный уровень, который, в конце концов, тоже надбанным нации, надбанным государством. И он никуда не поднимется. То есть, говорят, ну такой категорический аппарат уже у тебя склался. Я думаю, что тут университет, это действительно один и на все жизнь. А у тебя может быть много курсов, переквалификаций, другий, третий университет, который ты закончил. Но первый, это фундамент, на котором будет вся твоя успешная, я думаю, тут, Олена Леонидовна, совершенно успешная профессийная карьера по этим складателям. Ваше мнение по этому поводу. Если мы проанализируем те тенденции, которые, скажем, в течение последних пяти лет наблюдаем в Украине, стало у нас больше людей, которые все-таки трудоустраиваются по специальности, либо, наоборот, меньше? Что скажете на это? Я согласна с тем, что есть востребованные специальности. И, естественно, если моя специальность востребована, то я устроюсь по специальности. Есть специальности маловостребованные, это связано как с выбором человека, профессии не всегда, которую он может заниматься или хочет заниматься. Просто вот была возможность устроиться. И он, может быть, даже сам старается избежать устройства по специальности. Может быть, какой-то параллельно. Я знаю, что многие люди, например, маркетологи, начинают программированием заниматься дома, а потом устраиваются. У меня есть знакомый, который закончил мединститут, потому что у него была такая династия медицинская. Но он работает в банке программистом, ведущим главным IT-директором. То есть, если твоя специальность, а, не популярна, и рынок не предлагает тебе какого-то места, и второе, если я не хочу работать по этой специальности. За последние пять лет я бы сказала, что есть совершенно четко определенные специальности, где человек будет работать по специальности. Это IT-сфера, это 100%. А очень такие специализированные вещи, допустим, горное дело. Если специалист закончил горный институт, то, скорее всего, он пойдет работать на горно-обогатительный комбинат. Если он успешный студент, если он поступил, потому что он хотел туда поступить, вот, хорошие институты у нас по этому профилю. Вот, ну, допустим, там тоже машиностроение, инженеры, они очень востребованы. Может, ему сто лет не нравится. Это даже профессия там до конца. Может, он хочет быть там, не знаю, как Миландзе петь. Да, да, или там Виагру организовать. Но если это востребовано и хорошо платят, и западные же компании тоже открывают у нас производство за последнее время больше, как бы, ну, сейчас немножко сложнее, ну, тем не менее. То он идет туда, потому что ему предлагают место, он с удовольствием идет, потому что у него работа будет приносить ему определенный доход. А уже то, что он хочет, он тогда как хобби, он может петь там, извините, как бы дома в душе, вот, как бы так сказала. Ну, перейду, мабуть, с Вами на украинскую мову, бо, так, дивлюсь, у меня тут двумовність в программе, то с Вами буду украинской, с Вами російськой. Ми с Вами говорили до початку программы. Справді, зараз же уже можно в Украине подавать документы в разные вузы, на разные специальности. И мы имеем такую картину, что очень часто люди настолько на разные специальности подают. То есть, они даже не знают, кем они хотят быть. Чи правильно это, на Вашу думку, чи неправильно? То есть, я бы хотела, чтобы Вы про это рассказали уже до Кири, более детально. Продолжение этой беседы. Вони у нас такие гнучки, что они уже 17 лет готовятся изменять профессию. Я вот специально захопил такий анализ. Ну, Вы знаете, что в этих условиях, это как подведение подступки, можно было сдавать в 5 университетов. В каждом университете на 3 специальности. Тобто, каждый абитуриент мог диапазон на 15 специальностей. И другие обмежения, ну, потому что ты имеешь только 4 тести, и эти тести... ЗНО, да, да, да. И они отвечают к определенным специальностям. Вот я взял пример. Вот один из вступающих у нас, что мы зараховали, на компьютерные науки. Это девчина, до речи. И она еще, кроме компьютерных наук, наш бакалаврат, она еще в других университетах пришла до нас. Она сдала на строительство, на видовничную справу, на социологию, и на початковую учебу. Нормальный диапазон. Ну, это, кстати, вот компьютерные науки. Вы говорили, если IT, то это уже IT. Не факт. Да, да. Специалист широкого профиля, она выбрала компьютерные науки, тем не менее. Да, да. Но, скажем, вот девчина вступала на юридичный, и мы ее зараховали. Но, кроме того, это у нас очень мощная, называется ЕДБО, ЕДБО, и там можно прослеживать всю историю, куда абитуриент поступает. И вот эта девчина, из Литии Богдана, кроме права, где она была зарахована, сдавала документы на дизайн, на фотомистецство, на историю и на философию. Ну, тут ближе, потому что это исторический. Ну, вот компьютерники, что были зарахованы, сдавали и на нафтогазовую справу, и на филологию, и на будивництво, на водопостачание. А взагалі один хлопец, что тоже зарахованный на компьютерника, страхувався, сдав на международную информацию, на журналістику, на математику и на готельно-ресторанную справу. Ось такий почув покликанье. Это правильно? Это правильно, или это неправильно, как вы считаете? Ну, вы знаете, я бы сказал так. Я вважаю, что я последовный демократ. Это нормально. Если, знаете, и в 17-ти годы очень тяжело понимать, куда тебе нужно учиться. Куда пойти, куда податься. Да, куда пойти, куда податься. И вот этого года, ну, взагалі, такая реабилитация виходит, это нормально. Было бы обмежение 5. Ну, много ректорских, особенно проведенных университетов, где великий бюджет, раскрученный бренд, вважали, что 5 много. 3, мы из 3, скажем так, университета, мы сделаем набор. И другие, в том числе и я, не потому что я не такой раскрученный, но как демократично вважаю, без обмежений. Так вот, этого года, наступного, министерство планирует снять кількість по университетам. Потому что люди, кто-то сдаёт на одну специальность, сразу вырешиваю на компьютерника. А кто-то хочет помочь. То есть, это нормальный. Это нормальный. Людине тяжело поставить крапку. И когда она получила 5 запрошений, и на водопостачание, и на журналістику, и на компьютерную науку, вот так собираются, папа, мама, ну, вибачте, скажем так, абітурієнт, вирішують, куди идемо в кінці кінців. Это легшит выбор. А может, это, знаете, из таких вариантов, он делает его, как не дивно, больше обрунтованным. Вибачте, а есть место, они там, из этих 5? А он получает запрошение, он знает. Знаете, ситуация такая, что все 5 университетов могут сказать, Иванов, Иван, вы получаете право научиться у нас. Но на контракте так точно. Потому что у нас большее, он не знает. Ну, то есть резерв, и просуга. Да, 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 да. За списком, если мы не будем оторкаться. Да, да, да. Майя Олена, нормально, чи це, на вашу думку, ось такий широкий діапазон від хореографії до компьютерних наук, образно кажучи? И что, зрештою, потом будет происходить на рынке праці? Знаете, как каждая сторона медали, она мает право на существование. Моя думка, я ездила колись в Америку вивчать опыт, 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 досвід проведенных вузов американских. Как они влаштовывают своих студентов, как они пропонуют им выбирать профессию, да? И людина йшла до университета, и вона мала, в таком, був Job and Career Center, центр карьеры та роботи, и они мали такий список, кем ты можешь работать, если ты вступишь на эту специальность. Вот, совсем это у нас забудьте, або не используйте такий опыт. То есть, есть шесть моментов, например, биохимик. Ты можешь работать в медицине, в электронике, в генеинженерии, в биохимии, в бюоинженерии, и так далее. Ты можешь делать такую-таку-таку работу до 15 вариантов, но в рамках того, в котором ты можешь выбрать курсы, соответственно, выбрать. Потому что там есть система выбирания курсов. Не жесткая программа, а если я хочу трошки сюда, то я запишусь на этот год, а если мне не понравится протягом второго года, то я запишусь еще на этот первый, второй, третий, и я тогда трошки себе скерую. Но так, чтобы сразу на оперу и на механизатора такого не было, я вам честно скажу. На рынке работы, на рынке работы, я впевнена, если мы смотрим на личность, личность себе найдет. Но это будет хорошо для экономики. В другой момент, у нас так называемая олигархичная система, которая привела до того, что у нас есть большая экономика, большие предприятия. И там, конечно, не нужен операторный співак, там нужна людина с обеспечением, и там нужно пройти какие-то співбесады, резюме, и ты маешь там просто отвечать, потому что они хотят. А вот, например, Польша и Америка мали средний бизнес. Ты можешь что хочешь закинчить, развить собі миски, так? И с этими мисками ты идешь и работаешь там, где ты хочешь, створюешь свой власный бизнес. Тогда, тогда, правильно. Про это не только мы будем говорить у второй части, просто за браком времени, сейчас не можем продолжить, но буквально через несколько хвилин мы вернемся до студии, продолжим разговор, так же, дочекайтесь, або далее будет.